Призывник Ивашенко Юрий Владимирович на призывную комиссию прибыл. В Щелковском районе, как и по всей стране, начали работу призывные комиссии. Представители местных органов власти, врачи, сотрудники военкомата беседуют с молодыми людьми перед отправкой на срочную военную службу. В работе комиссии Щелковского военного комиссариата принял участие глава района Алексей Валов, он же председатель призывной комиссии. Пройдя осмотр у врачей, новобранцам объявляют результат. Если повезёт, желание молодого человека служить по выбранной специальности будет исполнено. У меня есть желание. Хочу служить в железнодорожных войсках. Да, на Загорянке, потому что я учился в железнодорожном колледже, закончил его в этом году. Вы туда можете попасть, но это учебная часть. Вы там полгода будете находиться, а потом будет распределение. И вас могут распределить по всей Российской Федерации, где находятся железнодорожные войска. Скажем так, вот Дальнего Востока и до Калининграда. То есть вот так, я помечу. Ну так, молодец Владимирович, в семье военной, наверное, кто-то есть, да? Да, у меня дед в воде служил в Таманской дивизии, он в здании старший прапорщик был. А отец, он у меня служил на границе, старший лейтенант пограничной службы. У молодого человека есть цель – стать машинистом. С отметкой в военном билете о прохождении службы легче устроиться на работу. Я прошел комиссию, по итогам которой годен к службе. Я считаю, что для каждого гражданина нашей страны это не просто там, скажем, долг, а обязанность перед страной все-таки отслужить. После армии у меня дальнейшая цель – это стать машинистом. На работу очень охотно берут. Те, кто не служил, им просто говорят «до свидания» и все. На военную службу призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Одновременно будут уволены в запас солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок службы по призыву которых истек. Призыв начался с 1 октября и продлится он до 31 декабря. План на военкомат – 260 человек. В этот план входят и город Лосино-Петровский, и Фрязино, и Звездный городок. А Щелковский район у нас – 185. Те, кто заканчивал ДСАФ и получали права, за них уже выбыло место службы. Они пойдут только на службы, связанные с автомобилем. Молодые люди, у которых нет отсрочки, пополнят ряды вооруженных сил. Отправлять новобранцев в войсковые части начнут со второй половины октября. Я считаю, что основной настрой у них все-таки положительный. Несмотря на то, что мы там дали отсрочки определенным молодым людям, все тем, что они учатся в высших военных учебных заведениях, настрой у всех хороший, положительный. Те, которые пришли, я думаю, будут служить родине честно и даже после отсрочки. Поэтому мы хотим, чтобы все молодые люди прошли через эту школу. С выполнением задания по набору призывников из Щелковского района полный порядок. По итогам весеннего призыва в Московской области муниципалитет занял почетное второе место. Михаил Налётов, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково.